Продолжение следует... С другим тоже членом системы. Это песня. Песня. И вот Иосиф... Ну, конечно, это все предположение. Не он, не он. Наверное, не он. Но я считаю, что в частной жизнь переговоры это святое. И надо в это преступление влезать. Но если существо член какой-то, так сказать, режимного чего-то, значит, ну что ж поделать, сам виноват. И там песня. Я думаю, что скоро он, конечно, запоет лучше Иосифа Кобзона, потому что там такие перлы, прелестные. Но это, может быть, действительно не он, а что-то другое, или смонтированное, это все. Но это просто я вам хочу сказать. Но это очевидно. Все, что там сказано в плане отношения... Я не хочу сказать элит. У нас нет элит. У нас элит нет. Это можно назвать, ну, воришами, можно назвать бюрократами, и даже бизнесменами. Но тоже это так с натяжкой, потому что у нас весь бизнес очень связан с режимом. Это такое квази, все квази. Поэтому отношение, оно, так сказать, ясно. Из постов. Хроники леватского... Вы имеете в виду поэтическое? Хроники леватского дебилизма. Оказывается, маски помогали бандитам. Полиция... Новость. Полиция Нью-Йорка настоятельно просит посетителей магазинов снимать перед входом защитные маски от коронавируса и прочих вирусов. Причина очевидна. Маски активно используют грабители, чтобы не засветить лицо на видеокамеры. Это что и требовалось доказать. Идиоты. Потому что вот допустили китайский вирус, из-за этого надели идиотские намордники, из-за этого африканцы стали, значит, грабить это самое. Вот все. Безобразие. Вот еще тоже записал себе, там пишут Трамп, фрик и так далее. Слушайте, Трамп это блестящий бизнесмен, миллиардер. Он заработал столько, сколько вам всем вместе. Никогда, хоть вы будете подпрыгивать, не заработать. Вот всем вам, кто говорит, что он фрик. Он был президентом самой могущественной державы в мире. Трамп одевался и одевается всегда наиболее классическим для белого мужчины образом. И так далее, и так далее. И вы, многие, в том числе просто немытые хипстеры-гопники, говорите, что он фрик. Это же безумие, это же ущербность ваша. И, а почему тогда не говорите, что фрик какой-нибудь король Франции, разряженный в шелковые чулки, в невероятные бархатные какие-то идиотские шторы, и которые, извините, изображают, что он исцеляет золотушных больных во время коронации. То есть, клоунада. Это веками длилась клоунада. Я говорю не про любые эти коронации. А почему? А что Хрущев, лидер ядерной державы, Хрущев? Вот этот вот хряк мордатый, который вот такая вот это все, и здесь вышиванка, и здесь шляпа на бекрень. Это что, не фрик? А, значит, сухорукий с оспинами на лице клоун, который грабил инкассаторы Джугашвили, это что, не фрик? А Брежнев, который обвешанный, просто как новогодняя елка, обвешанный орденами и бровями, которые, если бровь упадет, она прибет полната. Это что, не фрик? Ребята, это вы не понимаете, вы используете слова бездумно, не повторяйте за другими. Это как и с модой, кстати. Так, ну вот, да, тоже написал я такой пост, и это важно понять, и передавайте окружающим. В общем, от левацких санкций пострадали приличные люди, а не быдло и не олигархи. И именно средний класс, именно образованные люди, те, кто своим потом и кровью, своим интеллектом добывали эти копейки, чтобы потом на них по-человечески пожить, чтобы, может быть, где-то там в дешевом отеле, куда-то в Германию, в Англию, в Италию посмотреть на шедевры архитектуры. Вот они пострадали от санкций западных ублюдков-леваков. Олигархи, да у них столько они здесь пересидят, они при Путни, в Дубае, где угодно, в Дубае пересидят, там под другими именами проникнут, это не важно. Быдлу вообще ничего не нужно. Быдло сидит, оно как скотина жила в деревне, оно так живет, или в городе, как в деревне, они в городе, как в деревне живут. Быдлу не важно. Олигархам не важно, но воришам быдлу не важно. Пострадала интеллигенция, которая как раз в основном западная, которая как раз антирежимная, вот она пострадала. Ну вы идиоты, что ли? Объясняйте дебилам, левакам на Западе, что это идиотизм, подлость, и, кстати, это и есть нацизм, потому что они поставили равенство между чем-то плохим и нацией. Это и есть, это нацизм, поймите вы это. Более того, это неэффективный нацизм. Ну кретины, ну кретину, я не могу сказать. Кретины. Продолжение следует...